В конце сентября бойцы 42-й мотострелковой дивизии, участвующей в спецоперации на Украине, обратились к депутатам Ленинского городского округа за помощью. По инициативе главы округа Алексея Спаскова над дивизией было взято шефство, и вот уже второй раз со склада на Белокаменном шоссе отправляется ценный груз. Мы обратную связь имеем от командования этой дивизии, и уже конкретно работаем по списку. Мы знаем, что конкретно нужно там в определенном количестве, поэтому это второй же гуманитарный конвой, который содержит в себе все необходимые предметы. Всего за две недели на складе, куда сводился груз с других пунктов сбора, было аккумулировано несколько тонн. Их собрали депутаты, предприниматели, общественные организации, неравнодушные граждане. Надо очень много поехать по подразделениям, которые на передке, передать эту гуманитарную помощь. Кому что, кому танковые костюмы, кому тепловизоры, кому коптеры, но это уже с командованием решим. Настоятель Видновского Александра Невского храма, священник Николай Шапарев, совершил молебен о том, чтобы опасное путешествие в места проведения специальной военной операции прошло успешно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души истины. Всего в Ленинском городском округе организовано 9 складов, где будет собираться груз. Если раньше, как правило, вещи и продукты доставлялись до границы, теперь цель трех машин из нашего муниципалитета – недавно присоединенные территории. Сейчас мы поедем дальше, потом в следующий раз еще дальше. Дай Бог, чтобы Господь нас укрыл своими крыльями ангела, потому что война, сами знаете, здесь не шутят. Настроение боевое, ребята все заряжены. Почему? Потому что они все прекрасно осознают, что они несут добро, тепло, домашних сердец. Стоит отметить, что в этих автомобилях груз не только для бойцов 42-й дивизии, но и для мирных граждан, тех, кто волею судьбы оказался в зоне боевых действий. А еще почти в каждой посылке трогательный сюрприз. Мы параллельно занимаемся сбором предметов первой необходимости и товаров длительного хранения, для того, чтобы как раз передать мирному населению на наших территориях приятный и солдатам, и нашим согражданам будет увидеть в каждой коробке письма, которые подготовили наши маленькие жители в огромном количестве. Я думаю, им будет очень приятно, это будет очень хорошая поддержка для них. Водители, отправляющиеся в поездку, пообещали, что будут присылать видеоотчеты о своем путешествии. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.